Здравствуйте, люди добрые, и особенно соседи по Шелтозерскому, Вепскому, Сельскому поселению. У нас произошла удивительная ситуация. Меня, а точнее нашу инициативную группу Шелтозерский Вепский лес, пригласили на комитет по природным ресурсам и экологии сегодня. Вот он прямо сейчас идёт, я покажу. Вот выступают уважаемые люди. Пригласили сделать доклад, поучаствовать. Я должен был сделать этот доклад. И вот началось обсуждение как раз первым делом о выделении лесных участков док Калевала на территории Шелтозерского Вепского сельского поселения. И вдруг меня вытянуло. И никакого доступа к сайту не было. К социальным сетям было, мы вот инициативной группой переписывались, мол, что делать, кому писать, что произошло. А потом, хоп, и доступ появился. И как раз обсуждение наших вопросов уже закончилось. Перешли к следующим вопросам. Вот такое удивительное хронологическое совпадение. А свой доклад я записал на видео, но чтобы не пропадало. Всё-таки мы старались, составляли текст, хотели уважаемым людям донести нашу позицию и сделать очень выгодное для всех предложение. Предлагаю вам заслушать наш доклад. Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Вадим Карабинский. Я представляю инициативную группу Шелтозерский Вепский лес. Эта инициативная группа была утверждена на сессии депутатов и наделена полномочиями по урегулированию вопросов освоения лесов на территории Шелтозерского Вепского Сельского Поселения. На чём мы основываемся? Первое. На территории Шелтозерского Вепского Сельского Поселения док Калевала были переданы в аренду лесные участки без согласования с представительными органами и главой Шелтозерского вепского сельского поселения. Второе. Статьей 69 Конституции Российской Федерации закреплены специфические права в отношении коренных малочисленных народов России, к коим относятся вепсы. Третье. В защиту прав малочисленного коренного народа также есть Декларация ООН о правах коренных народов. Также есть Конвенция Международной Охраны Труда, номер 169 о коренных народах. Четвертое. Карелия включена в список субъектов Российской Федерации, где проживают коренные народы, соответствующие критериям Конвенции Международной Охраны Труда 169. Пятое. Шелтозерское вепское сельское поселение включено в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных коренных народов Российской Федерации, утвержденным решением правительства 631-Р. Подведем промежуточный итог. Заготовка древесины в лесах Шелтозерского вепского сельского поселения нарушит исконную среду обитания вепсов и вырубка лесов вызовет у местного населения острый конфликт. Но и это не все. Лесным попечительным советом утвержден национальный стандарт, который разрешает использовать древесину, заготовленную в лесах, не сертифицированных по схеме лесного попечительного совета. Но для этого предприятие должно гарантировать, что источник не сертифицированного материала не является с точки зрения лесного попечительного совета неприемлемым. А неприемлемыми источниками лесной попечительный совет считает древесину, заготовленную с нарушением традиционных и гражданских прав. Посему, в случае заготовки древесины на территории Шалтозерского вепского сельского поселения без согласования с представительным органом и главой Шалтозерского вепского сельского поселения в целях защиты исконной среды обитания малочисленного коренного народа вепсов Совет Шалтозерского вепского сельского поселения направит в ООН обращение о нарушении положений Конвенции международной охраны труда 169 о коренных народах в части нарушения прав малочисленного коренного народа вепсов. А для начала мы направили в прокуратуру Прионерского района запрос с просьбой провести проверку законности процедуры передачи Министерством природных ресурсов земельных участков Шокшинского, Рыборецкого и Шалтозерского вепских сельских поселений в аренду до Каливала. Хотелось бы наш доклад закончить конструктивным предложением. Посему мы предлагаем законодательному собранию совместно с органами исполнительной власти Республики Карелии администрациями местного самоуправления вепских сельских поселений Республики Карелии а также вепской общественности разработать проект закона Республики Карелии о создании на территории Шалтозерского, Вепского и Рыборецкого вепских сельских поселений территории традиционного природопользования регионального значения. За основу мы предлагаем взять пример природного парка Вепский лес в Ленинградской области. Подчеркну, федеральным законодательством создание территории традиционного природопользования регионального значения предусмотрено. За всем все, быть добру и вепскому лесу быть.